За свою 15-летнюю историю турнир занял прочное место в календаре объединенного мира борьбы. Несмотря на активную подготовку спортсменов к чемпионату мира, состязание собрало борцов с 15 стран ближнего и дальнего зарубежья. Побороться за кубок приехали даже именитые чемпионы Европы разных лет. Это, безусловно, еще больше повышает престиж, конкурентность и зрелищность соревнований. Я уверен, что борцы-вольники, которые приехали к нам со всех пальцов света, покажут высокое мастерство и порадуют болельщику зрелищную поединку. Благодаря вашему яркому примеру, многие наши мальчишки пошли заниматься в спортзал. Спортсменам я желаю проявить максимальное свое мастерство и упорство, и оправдать надежды ваших наставников и, конечно же, наших болельщиков. На таких соревнованиях растут и куются наши олимпийцы, чемпионы. Юбилейный 15-й по счету турнир объединил сразу 10 весовых категорий. Раньше их было 8. Судить мастерство борцов приехали специалисты из разных городов и стран. Как признаются московские гости, наши югорские спортсмены отличаются от других неповторимой техникой боя. Здесь мне нравятся, может быть, сами борцы, спортсмены, раскованные здесь. Хорошая борьба, приятно смотреть. Поэтому мне, как специалисту, тем более. Здесь видно невооруженным, так сказать, взглядом. Очень четкое судейство, очень четко соблюдается программа соревнований. Условия пребывания спортсменов. Накал страстей был не только на ковре. Перед выходом на бой каждый спортсмен готовился по-своему. Одни активно разогревали мышцы, другие просили помощи и благословения у высших сил, третьи решили просто выспаться. Мнение борцов сходится только в одном – разработать конкретную тактику боя заранее не получится никогда. У каждого соперника он бывает и рост там разный бывает. Бывает кто-то низкий, здоровый, бывает кто-то худой, высокий. На каждого приходится, готовится по-разному, индивидуально. Поэтому определенной тактики такой не бывает. Лучших определили в каждой весовой категории. Помимо этого организаторы не обделили вниманием спортсменам, показавших за три дня лучшую технику боя и самую зрелищную схватку. Также уже по традиции среди десятка победителей разыграли супер-приз – сертификат на 500 тысяч рублей. Кто сорвет куш, решала фортуна. В этот раз она улыбнулась борцу из Дагестана. По словам счастливчика, свою победу он предчувствовал заранее. Честно говоря, вот был с друзьями, и я говорю, я чувствую, что достанется мне этот приз. Не знаю почему. Стоит отметить, что наша окружная делегация заняла первое место в командном зачете турнира. На этом спортсмены останавливаться не собираются. Два югорских представителя будут отстаивать честь России на мировом первенстве в Будапеште, которое пройдет уже в эти выходные. Дарья Прокопович, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск».